Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают 96-й год был, 13 августа Я произвел съемку мумии И съемку показаний очевидцев Случилось так, что мой напарник Вследствие Евгений Мокичев В ходе расследования дела Был у своего, как говорится, клиента В квартире, и он показал ему существо засушенное Ну, я сразу выехал на этот адрес Изъял эту мумию Вызвал повесткой всех очевидцев На одно число, на одно время Ну, не объясняя сути, скажем так, вызова Ну, там никто вопросов и не задал Потому что вот случилось так, что у просверенной Тамары Николаевны муж на тот момент Был под следствием как раз Вот, и в этот момент у нас получилось следующее Все пришли после, ну, по окончании рабочего дня В кабинет Я закрыл дверь и поставил камеру Ну, вернее, снимал Раис Жамалдинов Парень знакомый на свою видеокамеру Вот, он это все заснял, как говорится Тряпочка вытирала Она подходила, значит Ты же жидкий, да? Да, вот это Как-то подойдет вытрет тряпочкой Тут, значит, снизу вытри Как-то не Ну, по-моему, я его не заметила, конечно Вот так разлетный был, да? Ну, так вот лежала Она взлет его снова в тряпочку, завернет, значит А он практически все время лежал, да? Да, он почти что постоянно лежал А как-нибудь он передвигался? Ну, вот этот я, конечно, не видела Вот, Слава видел Выходил, он видел, как Не скажете, как он это перемещался? Ничего могу сказать-то Я видел, как он был, он кольчем следовал Кожа была, да Глаза он немножко, как-то, не кишили Так, у него тут, вот это, я что заметил? Ну, обычно, у каждого человека есть Как-то, как-то У него тоже были Ну, долгие веки, да? Да, да Ну, ресницы не было Ресницы не было, да Ресницы не было, да? У него, как-то, у него, как-то Она перемолачила, как-то Я видел, один раз посмотрел, запомнил всю жизнь Ну, сразу побоялся А потом, второй раз еще Хотел интереснее посмотреть Поближе подошел, подошел Ну, как это, а что-то у него Что просто, вот, солгать было, ну, невозможно на камеру Потому что все понимали, что могут отмотать, посмотреть И прочее Ну, и, собственно говоря, начал выяснять обстоятельства этого дела Вот Просвирина Тамара Николаевна рассказала, что ее свекровь, Тамара Васильевна Просвирина Проживает в поселке Каолиновый Состоит на учете у психиатра Ну, болеет женщина, в общем-то, скажем И нуждается в уходе Ну, она, собственно, вынуждена была работать вахтовым методом у геологов В поселке Потанино То есть по две недели она работала Две недели у них был перерыв Вот И после вахты она приехала к ней Она называет дату июнь-месяц То есть это где-то за месяц лишним до съемки И объясняет, что вот свекровь под большим секретом на кухне рассказала ей Что у нее есть существо живое Называет она его Алешенькой Что он кушает Провела ее в комнату Где лежало запелентое вот это существо Распеленало Лежал перед ней маленький человечек Как она объясняла Внешне похож на человечка Но она сказала сразу Это не был человек Он ночной был обитатель-то, да? Или дневной? Ну примерно где-то так А ну днем он лежал Днем лежал А ночью ходил А ночью ходил А ночью ходил Я спал там в квартире с подругой И я посмотрел И потом он у нас лег спать Потом ночью проснулся А он бегает Я тоже Кожные покровы были серого цвета Глинцеватые Студенистые Такая была конституция организма Где-то его росточек Был около 30 сантиметров То есть телосложение было среднее Очень большие были глаза Миндалевидные Зрачков А зрачки были кошачьи Она сказала вертикальные А вот век вроде бы и не было Когда он спал У него как Вроде глаза проваливались Понимаете? Прявлими Да, вот проваливались Я еще заметила Он наверное как это У него нос такой Ну как Лицом так вертел Я наслупался У него такие круглые становятся Как стеклянные глаза А когда он спал Они как вроде проваливались Это-то я заметила А звонок будет снимать Да Как бы значило А он боку Нашенkal Крывал Кривал Кривались А нет Вот тут Это Саша Ну, его тело, знаете, было... Он и ростом вот такой, вот такой. Больше, да? А вы могли бы нарисовать? Он, например, 28 лет был. 28 лет точно. 28 лет был. То есть, говорите, он был полнее, да? Да. А на сколько примерно? Ну, это прям вот такой... Коричневый, наверное, это как угольца завязан. Ну, парни, так она погодит. И у него коричневый, он весь коричневый. Коричневый, весь коричневый. Это как когда-то заходило, так и... И животное, да, коричневый. И когтями. Ну, что ты? Я лью его 20 раз. А зубы были у него? Два зубика впереди. Впереди два зубика. На нижней, на верхней челюсти? На верхней, не верхней. На верхней. На верхней лозы два зубика были. При ней он принимал пищу, но поглощал он, не жуя. Поглощал ее. Ротик был, говорит, не такой, как у нас. Такой был алый. Язычок был тоже алого цвета. И как лопаточка в форме лопаточки. Два зубика она там увидела. Вот. Ну, половых органов не было у этого существа. Пуповины не было совершенно. То есть вот это ввело в такое состояние, что она испугалась. И как он долго прожил? С месяцем. С месяц, да. Она его нашла в мае, значит. Я спросила, где она его нашла. Она говорит, вот в поселке Калиновая школа. И вот между этим лесом она его нашла. А как он, в каких обстоятельствах? А? В чем он? Одетый был, раздетый? Ну, надетый был. Она даже, говорит, купала этого Алешеньку при ней. А у него на голове, ну, конической формы, вот, возвышение. Ну, голова была шлемовидная в виде, как бы, напоминала спереди буденовский шлем, такая островерхая. И вот она пыталась, думала, это шапочка, пыталась снять вот эту свекровь-то. И Тамара Николаевна уговаривала ее, не надо не трогать, это у него такая голова. Ну, и впоследствии она уехала на вахту. По приезде с вахты она первым делом поехала проведать свекровь. И узнает, что ее положили в больницу, госпитализировали, а квартира заперта. Она попросила своего квартиранта, на тот момент у нее на квартире проживал Вова Нурдинов, вот тот самый парень, который его, собственно, и засушил. Вот, он, у нее был мотоцикл «Урал». Она попросила, Володя, отвези меня на Калиновой, там у свекрови надо квартиру посмотреть. Ее положили в больницу, а у нее там кукарачка живет какая-то. Как вам это, в таких обстоятельствах, умер, не знаете? А, то есть, ну, ее в больницу забрали, а он там в ней был, а мы не знали это время. Нет, мы пришли один раз, постучались, а на английском замок было закрыто. Вот они приезжают на квартиру, это по улице Калиновая, там четырехэтажный дом, по-моему, так. И на втором этаже, как раз вот угловая вот квартира вот этой бабушки, вот, они открыли, там стоит запах такой характерный, не белковый. И вот это существо уже неживое они нашли. То есть, так же запеленто, но оно было, скажем так, неприжизненно. Ну, все, все тельце было сохранено, признаков разложения не было, были какие-то куколки непонятные, вот, как рисовые зернышки такие. У нас личинки появились, да, на... Ну, вы... Чем-то, 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 чем-то съели. А вот как ты его обнаружил-то? Обнаружил, ну, я приехал, вот, пройдет квартиру, вообще нормальный, не виталий. А число не помнишь? Число не помнишь. Вот мне слава сказал, вот, какой-то там, то, что там, посмотрите. И никто не верит в это, ребят. Я так, наверное... Ну, я сам в личном виде, когда... Он в токе вот так был завернут, полностью... А я, значит, об... А можешь завернуть так же его? Так же, ну, как. А, примем как? А вы, значит, обнаружили его, значит, когда... Ну, вот так вот, это полностью завернут. Нет. Он в май месяц. Он, где-то, пятно осталось, чтобы вот так платок занесли. А, это от платка у него, да? Да. Она нашла в конце мая его, а я, значит, и где-то его умерзаю, 3 июня. А, вот я развернул. 3 июня. Развернул здесь уже, как там, причинки у него есть уже были. У него намного больше, значит, и... У него тоже ручки полные были. Полные тела. Да, ножки, ручки полные были. Ну, и кухни были же. Да, ножки пополнее, конечно, были. А конечно, тоненькие-тоненькие были, как кроготки вот эти. Ну, как... В дальнейшем выяснилось, при жизни видели немногие. Якобы сын вот этой, Тамары Николаевны, видел при жизни это существо. Потом ее сожитель Наговский Вячеслав. Она сама. Потом ее подруга Глазырина Нина. Соседка Наумова Тамара. И вот непосредственно Тамара Васильевна. Вот все контактеры. А это не могло быть какое-то животное или человеческий зародыш? Нет, нет. Такое исключено там. Если вы сами понимаете, это не снижение. Твою пацану. Ну, Нурдинов говорит, я это существо продам. Взял его себе, забрал. Потом, как выяснилось, засушил в гараже где-то там. За пару часов, говорит, оно усохло до того состояния, в котором в настоящий момент оно снято на видео. Ну, я, естественно, сказал, что это невозможно, потому что, допустим, даже рыбу вялишь, сушишь. Это же какое время надо, чтобы она, соответственно, до такого состояния усохла. И то там ткани какие-то остаются. А здесь буквально просто как будто их не было. Просто пленочка какая-то. Кости обтянуты пленочкой. Давайте увеличим съемку здесь, насколько можно. Вот эту челюсть попробуйте снять. Дело в том, что из-за ткани был, я сам ночью видела. Так, насколько это возможно. Ну, собственно говоря, от усушки сильно мумия пострадала. Значит, позвоночник был изогнут в двух проекциях. Скажем так, в одной оси он был осообразный такой, если смотреть сверху. А если смотреть сбоку, ну, то есть еще вот. Такая была кривая. То есть он при усушке стал 25 сантиметров. Записав все свидетельства на видеопленку, я предложил всем сразу же проехать, не выходя из кабинета, проехать на адрес, чтобы там еще квартиру осмотреть. Потому что, ну, следственная практика показывает. Конечно, свидетельские показания, они в суде являются доказательством. То есть если человек сказал, это повлияет на весь процесс расследования. Но мало этого, надо еще дополнительные добыть доказательства, какие только возможны. Ну, это, естественно, осмотр места происшествия. То есть по выезде в квартиру мы приехали, я сам вскрыл ключом квартиру. Мы туда зашли. Там стоял вот этот запах. Ну, я его даже трудно сказать, как описать. Вот как пахла мумия, такой там и был. Но там он стоял такой густовый, устойчивый. Такое впечатление, что это, ну, вообще инородный запах. Совершенно он незнакомый ранее. Только отчасти напоминал. Вот я работал как-то с эпоксидными смолами. Такой небольшой такой какой-то оттенок, вот этот вот присутствовал. А в остальном он какой-то был, это, вот, и тошнотворный, неприятный. А вот это, ребра-то и животик, они съехали потом или? Уже было так. Уже так было все, да? Ясно. Ну, то, что когда у него тело было, вот эти все, как говорится, всего, ни ребра, ничего не видно было. Пухленькие были. Так, а рот как выглядел? Губы были у него? Губ не было. А что там было? Ну, просто как-то вот нижний, вот так. Закрыто просто так, ну, удлиненный, как бывает. А вот здесь, смотрите, глаза-то они... Как вообще? А зрачок, как у человека? Круглый. Ну, еле-еле они смотрели только глаза-то. Зрачок большой был. Круглый, да? Да. Когда ты смотрела, когда... Ну, в чем у кошки-то зрачок вот такой. Тоже осмотрели. И квартира была, вид такой, что заброшенная, ну, то есть, нежилая, как бы. Ну, прошло две недели с момента госпитализации женщины этой. Вот. Ну, даже более маленько, двух недель. Ну, полмесяца точно с лишним. Он что-то сживал. А, ты готова? Что-то он живет. Я посмотрю, у него... Так, вот здесь, наверное, остатки нижней челюсти есть. Давайте еще тоже крупным планом сделайте. Так. Это белизна-то вот именно от завернутой ткани, да? Да, да. И что за фауна была у этого трупика? То есть, что за личинки были, какие там следы были у него? В общем, большие куколки. Да. Вы раньше наблюдали где-нибудь такие? Раньше видел. Ага. Потом даже у него там одна личинка какая-то сейчас там сидит, или это ноль. Они какие-то красноватые. Так, а мы ее извлечь... Там внутри можно ее достать. Ну, тело, тело примерно как... А, ну, там достанем. Если что... Тео подорожает человеческой почти. Да нет. Ну, как нет? А, еще знаете, такой момент, это... Тео, она светлая, голова, видите, сейчас темная, она была... Запах-то какой был при движении? Запах, ну, не такой, как человеческий. Вообще, другой запах. А что он напоминал вам? Сейчас я не как-то... Ну, вообще... Ну, запах гниения или что-то другое? Да, гниенился, да. В квартире же такой запах. В квартире было две комнаты. Вот в малой комнатке стояла кроватка, на ней лежала занавеска, скомканная. Напоминала череп с собой сложенная. И вот рядом лежал матрасик, на котором были следы вот именно какой-то жидкости бурой, которая якобы с этого существа вытекла при его... Может, выделял он это, может, как-то это. Ну, вот, как сказала Тамара Николаевна, это выделение вот этого существа. Также я обнаружил там блюдечко синего цвета, стеклянное, с остатками каши засохшей. И тряпицу, которую утирали, как вот младенца кормят, обязательно это. То есть, кормление, очевидно, присутствовало тут явно. Вообще, он как стоял, как и есть. Что-то как необычно. А, вот, вот, где попушить, ага. Вот даже чиряк один остался. Давайте включим, ага. Нет, Света, нет, я сейчас могу сделать цвет, сейчас делаю. Это, сейчас, надо, подожди, сейчас. Ну, судя по всему, такое, там, блюдечко. Ну, что-то все равно не может быть в музыке. Да вроде как одеколоном пахнет, я так чувствую. Я, по-моему, что-то такое вообще, когда... О! Вы видите, запах держится, сколько времени. Так, ага, какая-то личинка. Вот она его, значит, кормила. Здесь он кушал, да? Видите, она его кормила, значит, здесь. Вот на этой он тряпочке лежал. Личинка, видите, какая-то. Ага, тут цветочки, приятные. Да, да. Да, да, да. Она как огонезненько. С кладбища она принесла фотографию, в стену долбила. Да это, причем, это не в том числе дело. По-моему, даже у дислечка. Так, давайте посмотрим, может, он где-то справлял нужду? Нет, она его вытирала как-то. А, то есть он под себя ходил, да? Миловерно. Вытирала она, вытирала. Запах, ты видите, какой-то. А как он направлялся? У него было что-то такое? Наверное. Музыка. 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 Ну, после съемок квартиры, я всех распустил и начал по квартирный обход в доме. Ну, я обошел практически весь дом, кто был дома, я расспросил. Мне объясняли так, эта женщина, ну, заговаривалась, потом начала гулять со сверточком, говорила, что это ее ребеночек, Алешенька, что она его прописала в квартире. Ну, я думаю, это и послужило ее госпитализацией. Ну, посчитали, что не рецидив. Вот, а в принципе-то она никому не показывала, вот кроме соседки Тамары Наумовой. И, придя к ней, я ее застал дома. Она практически все время находилась дома, жила на первом этаже. Сразу у нее окно было на двор, выходило. И, собственно, оттуда просматривается весь прилегающий к микрорайону участок, вплоть до леса. Ну, и вот в беседе с ней я выяснил следующее. То есть, длительное время она ухаживала за этой бабушкой, Тамара Николаевна. Попросила ее, ну, и она сама по своей инициативе, значит, кстати, тоже Тамара, но Сергеевна. Все женщины там имеют имя Тамара. Вот. Вот, сказала, что готовила ей, она к ней приходила готовить, потому что газ у нее был отключен. Вот. И тут, значит, она однажды ушла за водой, а там недалеко, буквально метров, может быть, 300-500 от поселка ключ. Ну, как колодец. Весь поселок берет воду там, она там хорошая, вкусная вода. Вот. И она пошла к этому колодцу. Тамара Сергеевна видела, как она ушла, но ее не было трое суток. Она говорит, я уже забеспокоилась, думала, ну, все пропало, Тамара Васильевна. Все, что-то случилось. По истечении трех суток она вышла из лесу оттуда с этим сверточком, несла его, завернутый платок свой. Вот. И выглядело, как будто она, ну, отсутствовала, ну, час или два. Но никак не трое суток. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Откинула платок, показала вот этого Леху. Она говорит, там был черт. Говорит, он был весь какой-то черный, ну, не черный, говорит, серый, такой коричневый. Глаза были, говорит, такие страшные. Я, говорит, увидела, мне стало плохо. Я сказал, сейчас же закрой, убери, не показывай мне больше, говорит, его. Все. И вот она, говорит, начала к ней ходить каждый день, готовить ему еду. Она сказала, что он кушает. И вот со слов Тамары Наумовой, она готовила как картошку вместе с крупами. То есть все подряд это. Ну, она, собственно, и сама так питалась. То есть непритязательная к пище была. Собственно, вкусовые качества и эстетика ее не интересовали питательная. То есть она практически подходила к этому вопросу четко. Насыщение, чтобы пища была питательна. И этого достаточно. Вот и такую же пищу готовила ему. И вот со слов ее, что она его там кормила. Выходила с ним, гуляла. Это все продолжалось не менее двух недель, но не более месяца. То есть вот тот прижизненный период этого существа. А ты знаешь строение-то? Не понял, от чего он строит. Ветер бы не столько. Сейчас мы у радиации замерим. Это контроль, да? Уровень рентгеновый. Ну, оснований не доверять этим людям у меня абсолютно нет. Потому что даже вот Тамару Николаевну Просвирину был прецедент, что как бы невольно проверить удалось. До того, как ее мужа взяли под стражу, он заявил алиби, что он присутствовал дома. И жена это подтвердит на момент совершения преступления. И когда жена была приглашена, вот Тамара Николаевна-то, на мой вопрос, где находился ваш супруг. А перед этим она просила его на подписку отправить или как-нибудь освободить, или условно что-то. Потому что он кормилица, она там все не в состоянии, там мать больная. Ну вот каждый день, как на работу ходила в милицию, все уговаривала, упрашивала. Вот. А тут, значит, она говорит, а как я буду врать? Я, говорит, я не могу, вот это же нельзя, говорит. Все, его дома не было, говорит. То есть в ущерб своим интересам полностью, понимая, что она вот этими словами последнюю надежду у него отнимает, что... Ну там доказательства, в принципе, были в достаточном количестве, но вот это бы алиби, может быть, покачнуло бы. Вот весы правосудия, конечно, ложное алиби, но поди опровергни, если, допустим, жена утверждает, что да, вот он был, вот я клянусь, она говорит, нет, я же не могу врать. То есть вот до такой степени человек правдивый, и тут что, будет сочинять что-то непонятное? То есть вот я все-таки, тем более признаки кормления видел и прочее, то есть я, ну, на 99%, один оставляю все-таки туда-сюда, доверяю, что он был прижизненный и принимал пищу этот, скажем так, Алешенька. А мы тоже не знали. Две, три, три, немножко. Не, ну, как же, как его можно поймать? Ну, его он не будет... Сложите, спокойно. Так было бы, что же было-то. Ну что, давайте каждое свое мнение скажем, что это за существо-то, по-вашему. Вот как очевидцы у вас, по мнению сложилось? Может быть. Ну, это натуральный гумоновик. Вы так считаете, да? Да. Я немножко разбираюсь на него. То есть как вы его видели? Да. Живым. Это живым. Гумонов натуральный. А вы? Да, я на картинке видела. Значит, по телевизору показывали. То есть он похож, да? Точно такие вот фотографии, фотографии. Показывали по телевизору фотографии. Точно так же снимали. Точно такие же фотографии я видел. Это не как бюджет. Ничего. Я вот не считаю, что это выкидь какой-то. Конечно нет, я тоже думаю, может кто-то от этого, от этого, от этого, но нет. Невозможно было исследовать его и придать, в общем-то, делу официальный ход нельзя было, потому что все в один голос утверждали, кто очевидцы, проще что, ну еще бобра принеси, там, на экспертизу, там, или начальник говорил, ну сейчас начнешь из леса всякую эту таскать, что у нас за отдел будет такой, занимайтесь расследованием дел, занимайтесь добросовестно, качественно, не волоките дела, ну этот вопрос я не могу вам запретить расследовать в частном порядке, но уж будьте добры, конечно, не смешивайте работу вот с этими вещами. Ну и пришлось, конечно, в этом, в частном порядке обращаться везде, но, соответственно, мне объяснили, как мы не можем заниматься вот такими делами без соответствующего документа, то есть это нужно обязательно, хотя бы отношение или постановление, поскольку вот случись, потом инициируют все-таки возбуждение дела, скажут, а на каком основании вот проведено исследование было и прочее. Ну вот такие моменты, да и много другого, ну и, собственно, и в стране был такой бардак, это ельциновская политика была, это вот непонятно, что творилось, и, в общем, я как бы оказался в патовой ситуации, мне его уже и деть-то никуда нельзя было, и нигде не пристроить вот на исследование, и оставлять так тоже ведь нельзя. Так, небольшим, так, даже мерить приходится в вещественным доказательством, а? Так, ну да, 22 и две десяточки. Так, вот. Значит, ну можно размеры еще конечностей взять. Так, смотрим. Так, четыре голень, четыре бедро, так, ширина костей таза, так, грубо, три. Так, размер туловища, размер головы, так, восемь, примерно восемь практически. Ну шеи у него нет, видимо, ну или так ссокся. Так, от носа до темечка, пять с половиной сантиметров. Так, в миллиметрах давайте лучше мерить. Сорок миллиметров ширина черепа. Так, его здесь размер у нас 55, грубо. Так, плечи, разворачивай его. Плечи у него 55 тоже практически. Так, что еще у нас? Так, ступни. Размеры. Ступни. Так, значит, здесь у нас 25 миллиметров. Так, ступня, да? Большой парус явно так разбирает. Давай перевернем обратно. Так, здесь конечность у него. Кисть или эта ступня тоже 25, однако. Ага, разворачивай. Так, не, подожди, вообще-то надо было так. Так, ну. Так, здесь у нас размер тоже 40. Ну, это уже с кистью. Так, чуть меньше еще поворачиваем. Так, ключица не видно. Так, 40. Затем между глаз расстояние между центральными. Так, 22 практически. Ну, почти 20, 20, грубо. Так, размер глазной в панели. Вот здесь лучше развернем немножко. Не, наоборот. И чуть-чуть под некоторым градусом. Чтобы у нас было практически 10 миллиметров. И ширина в самой широкой части. Так, как на ловкости через столб. Ну, где-то 8. Чуть меньше. 7,5, наверное. Так, сколько ребер-то у нас у него? Перевернем, посмотрим. Так. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, шесть. Так, ну, шесть. Шесть ребер. Так. Здесь мы видим щелочки. Костная ткань. Паргаревшая. Так. Ну, что тут еще больше с него возьмешь? Все, кажется. Соответственно, я его отнес домой. Но дома хранить было негде. Пришлось у нас... Мы жили в пианическом лагере. Там Гагарина был у нас. Там сейчас двухэтажный дом для сотрудников. Как участковый там жилье получал. Вот. Там было у нас два холодильника. Один нам мама принесла. Второй у нас стоял. Мы отключили Саратов. Уже не пользовались. Я в него, в морозилку положил этого Алёху. Чтобы, ну, мало ли, вдруг какую-то клетку на там гистологии, еще что-то. Вот. Ни формалин, ни спирт, конечно, не стал помещать. Потому что, кто его знает, вдруг повлияет это как-то. Вот. И поскольку время шло, мне супруга начала уже предъявлять претензии. Говорит, ну, убери это. Неизвестно, что ты принес. Там может что угодно быть. Там вирус, может штамм, спора. Там может быть какая-то патология неизвестная. Очень сильно прямо, буквально под углом градусов может быть 110-120. И здесь он тоже изогнут сильно. Так, это значит, у нас длина не объективно дана. Но его нельзя выпрямить, к сожалению. Так, вот здесь кость черепа деформирована сюда. Лепесток задний. Тут что-то типа родничка есть и там впереди. Здесь нахлёст идёт, а там сюда захлёст идёт. Так, возьми его с этой черепа. Заснимем, с макушки. Так, приближен, да? Вот пушок на нём. Насколько еще. Ага, какой-то интересный. Тут вот какой-то даже волос. Ну-ка, смотри-ка, большой. Вот он. Волосы. Волосы. Чёрные. Так, ушные раковины есть у неё? Так, ну не видно. Может быть, они здесь формируются? Наверное. Непонятно. Но тут уже челюсть начинается. Подпоцеры. Какие-то как кругляшки, Володя. Так, ага. Что-то вот здесь вот какие-то. Вот тобой видишь, да? Вот это вот. А, ну-ка, давай приближен. Маленько, вроде, попробуй. Сейчас я ещё увеличительный. Сейчас заслуху дам. Между прочим, там какие-то кругляшки. На ушах. Да, да, да. Сейчас были, да, вот, как и... Так, ладно, конечно. Мы сперта забрали, видимо, аппарат. Уже и не было, уже и не было. Не было, да? Какие-то кругляшки, видишь, вон уже там вот. Вот посмотрите, кругляшки какие-то. Кожа какая-то, сам череп, типа. Ну, она тоже посмотрела это существо, говорит. Я бы не сказал, что это человек. Ну, и показала специалистам в судебно-медицинской экспертизе Люди со стажем, с правом подписи, с квалификацией соответствующей. То есть, ну, так, визуально сделали заключение, что это не человек. То есть, ну, с другой стороны, вот, врач-гинеколог сказала, что это выкидыш. И там сколько-то недель назвала. Но мне сказали, что должны быть роднички, хрящи должны быть там, всё-всё прочее. Этого не было. Были кости и прочее. Ну, и столько свидетельских показаний, которые отвергать-то не стоит. Тут у него даже чурчик вот отсюда, я вижу. Вот здесь. Мои волосики там. Ага. Волосики видно, что... Так, и странно так вот у него, как это, как гребешок прямо образовался. Что здесь существо? Так, ну, я думаю, тут достаточно, да? Угу. Всё, пожалуй. Ну, в конце концов, вот этот Раиз Жамалдинов, который снимал на видеокамеру вот этот вот самый сюжет в моём кабинете, он сказал, что нашёл какую-то группу уфологов в городе Каменск-Уральский, Свердловской области. Мы связались с ними, они нам объяснили, что, ну, дескать, случай такой, неизвестно какой. Но у нас есть оператор дистанционной проверки, он сейчас работает. Вот если что, ждите через пару-тройку дней, может быть, приедем. Но не проходит два часа, появляются во дворе дома. Ну, я уже в Малдиновых тогда находился. Звонили от них, значит, BMW чёрная, нулёвая, блокированная прямо. Ну, по тем временам, 96-й год, это BMW, это такая роскошь была непозволительная. Это люди ещё, как говорится, только-только-только вот начали зарабатывать как-то капитал. И вот такое наличие вот такого транспорта, это уже вызывало, так сказать, уважение тогда. Ну, значит, люди состоятельные, в принципе. И окушка машины АК, чёрненькая, тоже нулёвая совершенно. Приехало, по-моему, четверо мужчин, четверо женщин, две девушки. И была у них старшая Семенкова Галина Ивановна, у неё был бэджик, написано «Звёздная Академия». Вот, ну, она вызвала такое впечатление, что она порядочный человек, грамотная, умная, там всё, интеллигентная, адекватная. Вот, ну, я им всё рассказал, объяснил, мумию им вручил. Соответственно, никакой расписки с них не взял. Ну, как, условие было такое, что проводят исследования, нас обеспечивают вот этими материалами проследования, то есть медицинскими или какими там, или научными. То есть это протокол со всеми печатями, на фирменном бланке, с подписями там соответствующими, кто проводил стаж работы, какими препаратами работал, и пошагово, что там брали, куда помещали, каким образом там мониторили, всё-всё подробно, чтобы было изложено. Ну, раз такое дело, потому что, я говорю, ведь вопросов столько, и потом обратно бы как-то всё-таки увидеть это всё. Потому что, мало ли, спросят. Они, да вы не беспокойтесь, вы что это, у нас мы, да мы с агентством Reuters сотрудничаем, со всеми там, прямо это, научными лабораториями. Вы сейчас в нужные руки просто отдаёте, это же нельзя такое замалчивать, это исследовать надо и прочее. И на том, вроде как это, договорились. Они сняли всё на видео, но потом говорят, батюшки, видеозапись-то пропала. Ну, всё было натурально, я не думаю, что там подделка была, может быть, как-то они сумели это фальсифицировать. Ну, то есть, снимали при мне, и кассету не извлекали, я видел, что это горит этот глазок красный, стендбай не загорается режим, всё, идёт съёмка, видно было. Соответственно, поглядывал я и на камеру, и всё. А потом мне эту же кассету отмотали снова в ноль, прокрутили, там вот эта рябь, и ничего. То есть, ну, я как бы сказал, ну, ладно, будем считать, что на словом верим, потому что, ну, и выхода не было, и держать дома я не могу. И в конце концов, меня вот прямо грызёт это любопытство, ну, что же это такое там. И тут он никому не нужен, ни медицине, ни органам, никому, соответственно. И вот пристроил я им, можно сказать, так его. Спустя время мы с Раисом Жамалдиновым дозвонились. Вот, он сказал, что, говорит, я разговаривал, сейчас вот на сам поговори, я начал говорить, там мне сказали, вы знаете, это сенсация, это не человек. Сенсация, это сенсация, это не человек. Прекрасно, говорю, как бы всё это дело в документальном виде-то увидеть, а вы приезжайте к нам, мы вам третий глаз откроем. Я говорю, вы мне два открыли глаза на всё это дело. Ну, хотел бы, как говорится, ещё увидеть очно вот это дело. Приезжайте к нам, будет сам Золотов там, будет вот серьёзная это, как бы, беседа там. Ну, у меня столько дел в производстве было, я невыездной совершенно был человек, и я не смог никуда поехать. А впоследствии, когда вот это закрутилось, и пресса об этом узнала, соответственно, начались вот эти поездки, и люди, которые приезжали в Каменск-Уральский, по возврату рассказывали, что вот, знаете, неконтактные совершенно люди. Такое впечатление, что к ним приходили из органов люди и сказали, лепите, что хотите, ну, чтобы вот звучало как-то так вот относительно убедительно. И, ну, я говорю, а что они утверждают? Ну, говорят так, что вот при выезде с Каштыма где-то недалеко отъехали, там тарелка над ними зависла, и лучом Алёшеньку из багажника изъяло, не открывая багажника там или как. Ну, на этом вроде устоят все, как один. И вроде как это... Ну, соответственно, я понял, что это дежурная версия какая-то, чтобы отболтаться. Вот, но, тем не менее, вот история так, это концы в воду ушли. Вот, и что интересно, сейчас и очевидцев-то не осталось. Все поумирали, даже Раис Жамалдинов, который снимал на камеру, вот, умер. И, в принципе, вот только остался очевидец, который видел посмертного вот этого Алёшеньку, еще не засушенным, это вот Вова Нурдинов. Вот, если с ним поговорить, он расскажет, как он выглядит, там, все прочее. Ребенок был живой? Так, новый все-таки была бы живой. Живой. Живой ребеночек? Живой ребенок был. Так. Он был... Я успешала, когда он вскрибывал, мне жалко его стало. Я распилинала пеленки, и он гладит черненький, а зубой-то красненький. Он был закопан? Закопанный. Закопанный. А вниз головой. Вниз головой. И там еще эти... Как их... Вот эти... Шифер я положила. Шифер положила. Так. И ты его принесла домой. Он был завернутый, да? Да, я его завернула, перевернула, чтобы не хрисало его. Он что-то здесь обрезал. Он был живой, плакал, ты его завернула и принесла домой? Да, я домой принесла. И под дво дивана вот так положила, чтобы не упала. Хорошо. И как долго он у тебя был? Вот так долго я вспоминала его. Очень наплакала. Он плакал, когда ты была... Когда ты его принесла домой, он плакал. Ты его кормила? Нет. Нет, не плакал. Не плакал. Я его водичкой кормила, сахаром. Грудь-то он у меня не взял, что-то, чем-то. А сахар-то с водичкой-то ложечкой. Он пил? Ага, пил. И конфеточку измурил целую. Да, конфеточку целую измурил. На тот момент рентгенфон был повышенный на этой поляне, где бабушка нашла вот эту кукарачку. Причем, говорит, буквально в метре, нормальный, туда ближе подходишь. Вот там, ну, возьмем грубо метров 25 круг. Вот этот кружок, он как бы и фонил по его этим, ну, незначительно, скажем так. Отличалось на несколько совершенно маленьких единичек, но, тем не менее, различие было прям существенно, как будто вот отпечаток какой-то. Он не ходил? Нет. Ну, что ноженький, тоненький? Полтора метра у него только, доченька. Да. Пол метра, наверное. Пол метра. Пол метра. Он маленький был? Да, полтора метра. Да, полтора метра это большой. А это вот маленький он был? Ну, вот. Это пол метра, наверное? Наверно. Маленький был? Наверно. Ну, он маленький был? Маленький, маленький. Не сидел. Сидеть он не умел. Он сидел или просто лежал? Вот вниз головой. Вниз головой был заткнут. Пришел в морг. Там патолога она, там на тот момент был Станислав Самошкин. И Любовь Степановна Романова, в общем-то. У всех у них большой опыт. И, скажем так, серьезно это. Очень много так вскрытий за плечами, там всяких экспертиз и прочее, прочее. То есть, ну, вот они в один голос говорят. Это что? Это не человек. Абсолютно не человек. Даже при всех мутациях он бы на человека так не похож. И, в принципе, ну, сейчас дети такие слабенькие рождаются. Но если бы вот такая патология была, как бы он там прижизненный был? Тем более, чтобы пищу принимал. Это такие кормления сейчас вот даже, как бы сказать, не просто покормить слабенького ребенка больного, который там недоношенным рождается или прочее. А тут пищу принимают, причем проглатывают ее, не жуя. Никаких половых органов, ни ушных раковин, ни пуповины, ни выделения, ничего там. Это вообще интересно, как было. Ну, они говорят, печатай экспертизу, привозим, мы это займемся. Ну, вот поскольку не удалось инициировать расследование официальное, пришлось именно вот и в Каменск-Уральске обратиться на свою голову. Ну, как бы знать, можно было бы придержать, конечно, даже и формалин запихнуть, уж куда не шло. Да хотя бы частицы какие-то оставить, гистологию там сделать, что-то вот в этом плане. Но, к сожалению, на тот момент это, вот как обычно, мы задним умом крепкие, а вот на тот момент, да еще надо мной так давлела работа, там более 25 дел уголовных производств было, причем достаточно сложных, скажем так, многоэпизодных, где фигурантов по нескольку человек, там сроки, где, соответственно, все уже продлены и там прочее, и прочее. То есть, ну, даже некогда было вот личную жизнь наладить. Соответственно, вот какой тут это может быть, скажем так, процесс расследования вот этих всех аномалий. Вот, хотя вот задним числом-то сейчас думаю, ну, надо было все-таки как-то вот набраться духу там, может быть, в ущерб работе даже немножко, ну, довести до ума вот это все. А как дышал он? Дышал? Да. За покрывало, выкинуло когда. Ну, про ребенка. Действительно, вот этот ребенок, который она про ребенка говорит. А он дышал? Живой был? А живой был. Я быстренько его оттряхнула, и завернула, и положила. Вот самый потенциал, и вот самый простой. Белый был. А кому вы его показывали? Я думаю, никому не казалась. А когда вас сюда привезли? Ты говорила, милиция его показывала. А? Да. Милиция обязательно. В поляну несколько раз бывало, что там и звук не писался возле колодца. Пытались всяко-всяко. Отходим, метра три-четыре от колодца, он пишется. Подходим, звук не пишется. Аппаратура вся исправная, все хорошо. Ну, такие моменты присутствовали. Ну, вот все, что могу рассказать. Сам я прагматик до мозга костей. Люблю, верю в доказательства, в науку, все. Но такие вещи тоже, они подлежат изучению. И требуют очень тщательного внимания, если так считать, что такого просто не может быть. То мы сами себя лишим в дальнейшем знаний каких-то. Соответственно, вот в пару моей юности скажи мне, что будут мобильные телефоны у нас, компьютеры и прочее. Я бы засмеялся, сказал, это невозможно просто. А вот, тем не менее, это есть теперь. Поэтому, я так считаю, надо повнимательнее в эту тему-то исследовать как-то. Вот все, что могу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok